Снег все же поимеют в бюджет. Сегодня правительство решило, что с нового года инвесторы, получившие вид на жительство в Латвии, будут платить за его продление. Цена вопроса 5000 евро на человека. Сергей Герасимов объяснит, почему правительство вернулось к вопросу, который ровно год назад отложило. Чтобы получить вид на жительство в Латвии, нужно платить. Чтобы его продлить, снова платить. У тех, кто получил ВНЖ в обмен на инвестиции, не остается вариантов. В прошлом году правительство решило брать деньги за продление вида на жительство, выданного по инвестиционным программам. Пять лет пребывания в Латвии обойдутся в 5000 евро. Впрочем, позже установили переходный период, чтобы те, кто уже имеет вид на жительство, платили за его продление реально не раньше 2021 года. Но вдруг бюджету потребовались деньги, и плата за продление вида на жительство ждет инвесторов уже со следующего года. Так решило правительство в рамках бюджетного пакета. Теперь слово за сеймом. Возможность жить в Латвии давалась на пять лет. Никогда она не была бессрочной. И поэтому мы пытались в прошлый раз тоже этот вопрос решить, но не получили поддержку. Что изменилось за это время, и почему эта инициатива вновь появилась в повестке дня правительства? Министерство экономики объясняет. Ничего не изменилось, просто им удалось убедить остальных в том, что платить нужно уже со следующего года. Впрочем, под остальными Минэкономики понимают не тех, кто будет платить за вид на жительство, а лишь партнеров по правительству. А вот те, кто будет платить, то есть инвесторы, ожидания правительства могут не оправдать, говорят специалисты, которые работают с приезжими. В следующем году Минэкономики намерены с инвесторов собрать не меньше 3,5 миллионов евро. В такие прогнозы эксперты не верят. В том, нужна ли им будет виза, которая все время осложняется, обуславливается какими-то дополнительными критериями, дополнительными платежами и так далее, это вопрос. Вот в частных беседах с клиентами многие говорят, что в связи с тем, что это все остальное сложнее, проблематичнее, они действительно будут пользоваться, наверное, шенгенскими визами других государств. Называется Италия и так далее. Сейчас интерес падает не только из-за пошлины, падает из-за очень многих вещей. Мы сейчас смотрим на то, что те, которые не будут продлевать, это люди, которым неинтересно, скажем так, здесь находиться. Это довольно пассивные. Те люди, которые уже время прошло, у них неинтересно, появляются новые. Мы видим, что это интерес в следующих 2-3 года все-таки обратно повысится. Отметим программу выдачи видов на жительство в обмен на инвестиции. Латвия планомерно делает более дорогой и сложной. Если в 2014 году по самой популярной статье инвестиций за покупку недвижимости было выдано почти 5 тысяч видов на жительство, то в прошлом году всего 489, в 10 раз меньше. С 2010 года за счет этих инвестиций экономика страны получила почти полтора миллиарда евро, гласят данные МВД.